Средняя урожайность зерновых в Казахстане, по данным Минсельхоза, 20,3 центнера с гектара. Часть традиционно отправляется на экспорт. Один из главных покупателей отечественной пшеницы – Иран. В перспективе Казахстан может поставлять в Исламскую республику от 500 тысяч до 1 миллиона тонн сельхозпродукции. Юлия Агнатюк продолжит. На сегодняшний день сотрудничество между Ираном и Казахстаном в сельскохозяйственной отрасли можно назвать одним из самых успешных. Стоит напомнить о недавно подписанных соглашениях, обвозе в Иран казахстанского мяса и пшеницы. Из-за климатических особенностей страны Иран зачастую чувствует нехватку некоторых зерновых культур. Во избежание дефицита страна вынуждена прибегать к помощи своих партнеров, в том числе из Казахстана. Сельское хозяйство – один из трех китов, на котором сегодня держится экономика Ирана. Против аграриев периодически выступают обильная засуха, суровые ураганы, либо того хуже – землетрясения. Все это существенно меняет размер государственного каравая. И это при том, что за последние годы сельхозпроизводительность Ирана увеличилась. От лавирования на грани, кажется, решено отказаться. Культуры, находящиеся в зоне риска, решено закупать у соседей. Так, по крайней мере, иранцы будут застрахованы от полной потери той или иной части урожая. На сегодня из-за рубежа возится семь наименований злаковых культур. Недостаток зерновых культур помогает возмещать Казахстан. Мы покупаем у них пшеницу, качеством которой более чем довольны. Еще один важный продукт, импортируемый нами из Казахстана – это кормовая кукуруза. Спрос на нее выше предложения. Поэтому прибегаем к помощи казахстанцев. Кроме того, с недавних пор среди иранцев начала пользоваться популярностью казахстанская соя и продукты из нее. Поэтому поставки этой культуры также планируется увеличить. Иран способен обеспечить себя сам, но климат иногда нам не позволяет этого сделать. Зачем же рисковать, если есть налаженные и проверенные каналы с Казахстаном? Если же не удается побороть климатические капризы, то на выращивание зерна в Иране решено более пристально смотреть с научной точки зрения. Ученые планируют уже в будущем сезоне применять современные технологии в сельском хозяйстве. В лабораториях разрабатываются нано-пестициды и нано-удобрения. Добавки прошли проверку и могут уже в будущем году опередить прошлые показатели урожайности Ирана. Мы уже широко используем нано-добавки. Благодаря материалам с применением нано-технологий повышается устойчивость растений к погодным условиям. Происходит увеличение урожая в два раза. Меньше используется воды для поливов. Достигается устойчивость к вредителям и заболеваниям растений. А также уменьшается количество сельскохозяйственных отходов. Это происходит благодаря размеру нано-частиц, которые лучше проникают в растения. Мы можем стать хорошим партнером для коллег из Казахстана и помочь в применении нано-технологий в сфере сельского хозяйства. В феврале этого года Казахстан и Иран договорились о первых поставках пшеницы после длительного перерыва. Ограничение на ввоз продукта Иран ввел еще в 2016-м. До этого Казахстан был активным экспортером. Казахская пшеница около 1 миллиона тонн пойдет на переработку, после чего будет экспортирована в третьи страны. По подсчетам экономистов, для внутреннего рынка Ирану необходимо около 12 миллионов тонн зерна. В то время как в стране созданы перерабатывающие мощности в объеме до 24 миллион тонн. Юлия Агнатюк, Дмитрий Лукша и Махмуд Махмуди. Хабар-24. Иран.